да привет друзья слушайте очень интересную тему подняла ту-ту газы абдекулов спасибо ему за это я сам мултаев там мой друг который постоянно мне помогала сопровождал мои тексты там вообще бы хорошо бы выйти вот так зуме нам поговорить потому что то газы абдекулов поднял такую тему невероятно интересную для всех еще раз моя благодарность вот с чего начинал ну там вообще-то идет обсуждение по кастанедии путь воина это да наверное очень многим молодым людям интересно не только молодым и таким как я например сюда власы мужикам по ушей кастанеды тоже очень люблю путь воина ну сейчас же современный язык и нам надо договориться о том чтобы создать какой-то общий язык чтобы мы понимали друг друга потому что не по существу мозг устроен так что есть нулевое состояние между перед переходное такое состояние между четырьмя агрегатными состояниями состояние обычного бодрствования где много доминанта поэтому мы можем принимать различные решения выбирать и когда одна доминанта это транс хорошее содержание или плохое трагедии или вдохновение это уже другой вопрос но одна всегда состояние бодрствования транс состояние сна состояние сна со сновидениями и вот это нулевое состояние между ними это очень интересно потому что не только кастанеда своими словами об этом говорил ведь буду собственно говоря нирвану нашел весь буддизм этом построен потому что в этом нулевом состоянии мы тоже учимся медитации это когда это состояние когда мысли текут а эмоции их не сопровождают и ты как бы отрешен от страстей от забот от страхов от хлопот от стереотипов от шаблонов ты выходишь на самое себя на ту самую глубинную глубину свою природу вот эту пустоту вот эту безмятежность и в этом состоянии оказывается происходит самопостижение самосознание и в этом состоянии оказывается весь опыт который у тебя накапливается в самых различных областях от тенниса до шахмат до подъема штанги или выступлений сплавляется в единый опыт целостного развития личности это очень интересное состояние сегодня называют дефолтом мозга сегодня называй но это в разных областях в разных областях и вот об этом их то ли пишет но своими словами об этом многие все пишут но надо найти какой-то общий язык чтобы мы могли научиться понимать и в ангеле об этом написано это везде и библии об этом написано но другими словами но надо просто научиться читать в разных этих текстах если вы посмотрите моему youtube всю эту ленту поглубже почитайте мои книжки украшения стресса там или другие а сейчас в ридер выпустила книжку национальная идея россии генератор образа будущего как раз таки там метод ключ как соединить ментальность культур запада и востока чтобы она не нашли общий язык потому что свободы не одна а две да да свобода внешняя и свобода внутренняя вот например когда мы говорим свобода там вспоминается статуя свободы какую свободу на историю об этом обо всем мы можем поговорить зуме устроить такую интересную дискуссию и начать вырабатывать понимание мы тогда по-другому немножко будем толковать и и многих авторов многих методов и понимать многие писания писания там и житя святых по другому будем понимать лучше понимать глубже проникновение будет у нас об этом же все речь людей делят не только их религии не только возраст не их делит отсутствие общего языка потому что тысячелетиями вырабатывались одни понимание язык то все время менялся но самое интересное сейчас быстро быстро меняется язык и сейчас те же термины например демократия или не демократии на другие значения другие смыслы имеют да либерализм сейчас совсем другие смыслы в отличие от того что было буквально 10 лет назад это очень важно общий язык вырабатывать сейчас для всех для всей планеты поэтому книжку мою посмотрите вредера генератор образа будущего я и сам не знаю какой будет этот образ будущего как никто потому что сегодня кто не знает потому что журналисты политики экономисты они когда вот говорят о том что происходит они в основном критикуют то что есть они констатируют то что есть ну пока никто не выдвигает образа будущего и не вовлекает этим образом всех чтобы все заинтересовались чтобы этот образ трогал каждого да ну вот понимаете я сам там написал что я тоже не знаю образа будущего но я знаю как сделать генератор как сделать это окно в будущее потому что когда мы уже начинаем познавать это мы уже начинаем это будущее создавать потому что будущее внутри нас наша задача открывать себя конечно и постижение нулевого состояния лежит не только в медитации она лежит в любой религии а сейчас я как раз постулировал что уже пора создать науку о о человечности науку о человечности потому что она всегда была прописана или религии или искусству литературе художественных произведениях мы все инстинктивно понимаем что значит быть что значит быть до конца человека мы не знаем но то что надо быть человеком знает каждый в этом наша надежда а вот науку о человечность и без которой все разваливается все разваливается потому что есть первичный западной ментальности первичные материальные ценности восточной ментальности первичные духовные ценности а вот этот генератора которым я пишу в рэдер и книжка вышла национальная идея генератор образа будущего как согласовать две эти ментальности две эти культуры как две эти свободы согласовать потому что человек нуждается в целостности и человечество имеет потребность в целостности иначе бы интернет сегодня так интенсивно не развивался друзья мои выходите на беседу спасибо что затеяли эту тему это очень важно сегодня будем создавать общий язык общее понимание потому что людьми управляет не страх не деньги не оружие а мир понимания до встречи